Марат Абдулаев был осужден на 6 лет за финансирование терроризма, отсидел уже больше половины срока. Сам дагестанец жил в Саратове, семья светская. Незнание религиозных канонов, молодость, возможно, что-то еще и привели его на скамью подсудимых. Знакомство в интернете, общение на религиозные темы, и получал знания не там, где нужно. В итоге оказался не там, где хотел. По словам имама Курской области Исыс Алим Султанова, большинство осужденных по таким статьям со временем понимают, какую ошибку совершили. Но отвечать за свои поступки все равно нужно. Если кто-либо на воле находящиеся люди думают, что это приведет к хорошему, они могут на самом деле за результатом посмотреть. Результат на самом деле не совсем приятный. Самые лучшие годы возраста, жизни человека проходят в таких местах речения свободы. В Малильной комнате только проверенная и полезная литература. Например, недавно изданная книга для мусульман-заключенных. Как соблюдать религиозные обряды в местах лишения свободы. Сегодня в Львовской колонии Малильную комнату посещает около 20 мусульман. Всего их в учреждении порядка 40 человек. В колонии содержится 670 примерно осужденных. 7 из них отбывают наказание за преступления террористической направленности, с которыми проводится постоянно индивидуальная воспитательная работа, психологические обследования. Даст ли такая работа результат и едва ли тут можно что-то гарантировать. За советом лучше прийти к своим родителям. Я думаю, они бы мне в тот момент посоветовали бы пообщаться с имамом мечети, которая есть образование и которая специализируется по направленности религии, чтобы люди получали те знания, которые должны, то есть добрые знания, а не те, которые в интернете учат злу. Александр Юров, Сергей Малеев, События дня.